Друзья, мы всех приветствуем. С нами сегодня Марк Фейгин. Будем обсуждать последнее событие. Обсуждать, как всегда, есть что. Польша, ракетные обстрелы Украины и многое-многое другое. Здравствуйте, Марк. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей. Да, друзья, мы подписываемся на канал Марка Фейгина и на YouTube-канал «Власть vs. Влащенко». Итак, вчера, когда у нас тут был глава ЦРУ, он мог убедиться на собственном опыте, так сказать, и собственными глазами увидеть, что происходит, когда срывают крышу у Путина. То есть вчера был один из самых сильных обстрелов за всю, может быть, историю вот этого восьмимесячного широкомасштабного вторжения. Что это означало? Почему он хотел, что он хотел показать? Не, ну я думаю, что они могли не предполагать, что глава ЦРУ из Анкары после перегоров с Нарышкиным полетит в Киев. Это явно им об этих планах не уведомляли. Но G20 идет, они знали это. Да, это они знали, конечно, и поэтому я скорее это вот как раз связываю с тем, что помимо текущих потребностей, они же закошмаривают украинское население, да, они хотели показать G20, там находился все-таки и Байден, и Салливан, и так далее. Ну вот их объекты конфиденции, которые они рассчитывали добиться от них взаимности по части того, что они вступят в какие-то переговоры и так далее. Ну вот этого не произошло, причем, ну, был все-таки акт унижения, они отказались фотографироваться после обеда, поскольку там был Лавров, ну, Лавров сам по себе персонаж такой, да, в общем, не их ровнее. Но, тем не менее, отказались фотографироваться, так что, в общем и целом, план сработал, если был бы Путин, было бы то же самое, с ним тоже бы отказались фотографироваться, я просто уверен. Ну, я думаю, что при том, что они готовились к таким ударам, они же с разной периодичностью ракеты запускают, нельзя сказать, что вот никогда такого не было. Но в данном случае, конечно, при раннем отъезде Лаврова, это тоже позиция, безусловно, тоже демонстрация, несомненно, на день раньше взять и уехать. Я думаю, что, конечно, это преподнесено было как ответ на то, что не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Ну, или как, не хотите по-плохому, будет по-хорошему. То есть, я думаю, что это точно месседж именно в сторону, в данном случае, Запада, потому что Украину уже ничем не удивишь. Две ракеты на территории Польши, скандал невообразимый, и разборки шли всю ночь, и сегодня там заседали, там, вчера вечером собрался Совет Безопасности Польский, сегодня собирался Совет Безопасности НАТО. Как вы, потому что есть разное мнение, есть, там, Байден высказался, высказались представители польского правительства, высказались страны Балтии и многие другие. Как вы расцениваете, как вы видите эту всю историю? Ну, начнем с того, что никто Украину не обвиняет, даже если это ракета, противоракета украинская, я не слышал ни от Соединенных Штатов, ни уж, тем более от Польши, что прямо обвиняют Украину, не то, что она там что-то специально, нет, конечно, а даже в головотяпстве каком-то, знаете, там, неразборчивости, технической непрофессионализме, в этом даже речи не идет. Все четко и ясно говорят о том, что не было бы войны, не было бы обстрела в территории Украины, ничего бы этого не было. Ну, что очевидно, но я не знаю, как здесь, какой здесь еще может быть, обстреливать территорию страны, причем обстреливать не какой-то там, я не знаю, там, где идет война на Востоке и на Юге, обстреливать всю территорию страны, в том числе и Львов, куда тоже прилетали ракеты. Ну, что тут скажешь, ну, если это действительно украинская ракета, то, понятно, осколки ее, там, или она сама развалившись, там, 7 километров от границы, упала на территорию Польскую, но это все причина, первопричина-то, она неотменяемая, она именно в том, что обстреливают территорию, как могут защищают ее, используя, где западные аналоги, видимо, они получше работают. Вот НАСАМС, говорят, 10 ракет из 10 сбили, я не знаю, ну, вот так говорят. А если это действительно то ли С-300, то ли какие-то средства отечественные, ну, в общем, это лишний раз доказывает, что неэффективные они так, в такой степени, как западные образцы эти, Айрисы или НАСАМСы. Ну, опять же, это технический вопрос, пусть эксперты его комментируют, почему так произошло. Я бы сказал так, надо действительно подождать выводов окончательных, потому что, ну, украинская сторона говорит, ну, это маловероятно вообще для нас, противоестественно, но... И вот Данилов выступил с заявлением, что просит принять экспертов из Украины, все-таки нужно услышать разные точки зрения, потому что... Ну, а если, там, предположить сверхфантастическую вещь, что Москва специально, так сказать, изобразила ракетный обстрел, как бы с помощью средств, которые можно идентифицировать как украинские, что-нибудь такое. Знаете, такие фантастические вещи выясняют. Поэтому лучше сейчас аккуратным быть, потому что, вроде, первая реакция, она понятная. Все скажут, ну, конечно, раз эти обстреливают из ракет, значит, какая-то из их ракет вот и завалилась. Ведь такое же в Молдавии было, и в этот раз в Молдавии упал кусочек. То есть, правильная, верная реакция, первичная, она не потому, что, значит, кто-то не понимает или обманывается и так далее, потому что такое уже видели. Почему? Если в Молдавию упал, то не могло упасть в Польшу, вот с учетом, откуда они пускают с разных сторон эти ракеты. Они летят по 2-2,5 тысячи километров, по тысяче, там, ну, это гигантские расстояния. Поэтому, да, все предположили, что это ракета российская, но даже, повторяю, если это выяснится окончательно, и следствие установит, и все эти экспертизы установят, что это украинская ракета, ну, это в данном случае, честно говоря, мало что меняет. Очень печально, что погибли двое польских граждан, ну, как, ну, кусок с неба упал, и все. И что ты с этим сделаешь? Поэтому не было бы войны, не было бы обстрелов, ну, и не было бы этого ничего. Вот и все. Ну, все сегодня просили, и Подоляк, и многие другие, НАТО закрыть небо. И даже говорили о том, что, может, на границе что-то поставят, на границе Польши и Украины. Но все-таки Столтубер сказал, что пока нет, потому что, ну, вот, НАТО заседало, и они считают, что пока не нужно напряженность поднимать и так далее. Я считаю, что это надо было делать с первых недель, с первых месяцев войны. То есть, в конце концов, вы хотите воевать вот своими мобиками, ну, отправляйте их. А почему это вы должны обстрелить всю территорию Украины, так, по этой логике? Вообще говоря, они все время клялись защитой Донбасса, но почему-то пошли на Киев. Тоже интересный тезис, да? Ну, ладно, в конце концов, верить Москве нельзя. Она, так сказать, одно говорит, делает другое, думает третье. Но я к тому, что уже, ну, спустя скоро 9 месяцев, ну, куда уже, ну, как? По-моему, уже нужно отрезать вот этот вопрос вообще как таковой, что, ну, все, дорогие друзья, вы там где-то в Херсоне воюете, еще где-то. Но здесь вы больше не воюете. Вот в небе вы больше, как бы, не воюете. Надо закрываться, и, как бы, больше вы сюда не летаете. Если будут попытки летать, то по вам будут попадать. Но я хочу сказать, что даже помимо перекрытия неба, да, no-flight zone, так называемая, нужно все равно передавать вооружение. Нужно передавать вооружение, потому что гораздо более действенные даже, ну, хотя и эти важные вещи, но гораздо более действенные факторы сдерживания. Потому что, если ты знаешь, ага, вот у них теперь и ракетные снаряды по 300 километров летают, какие-нибудь дроны на 1000 километров летают. Если украине бы переданы эти вооружения, ну, тогда 10 раз подумали. А если на Рублевку действительно в Одинцовский район прилетит туда, он прямо к Путину, туда у него дача там большая в Архангельском, и к другим товарищам таким же прилетит, они к этому не готовы. То есть, только безнаказанность порождает вот именно такое поведение, ничто другое. Ну, вот ты еще раз убеждаешься, вот если есть опасность получить, то как бы задуматься, они все равно могут это сделать, но уже 10 раз подумают, а стоит ли, а вдруг, а что, а если мы сами пострадаем. Это же хорошо, когда погибают там на линии фронта какие-то вот эти доходяги, которых они понабрали, да. А как бы самому-то, что-то я не видел на передовой, ни детей их там, ни родственников, никого. То есть, понятно, что это все только по поводу других. Поэтому, если будут такие средства, если они будут переданы на конец Украине, то еще раз говорю, я уверен, что кратно снизится это все. Не уйдет на ноль, понятно, что у них выхода нет. Вообще-то, что за война у них такая будет, вообще они на чем выигрывать не будут. Но, во всяком случае, это кратно снизится, и шансов не получить в ответ ничего будет мало. И тогда, наверное, задумаются, не, наверное, бомбить не будем, а то, бог его знает, еще в Кремль запустят. Это же такие... Все? В СУ взяли под огневой контроль три основных логистических путей в Крым, как говорят нам. Вот на юге хорошо дела, и по данным Генштаба, россиянам сейчас приходится возить снаряды на 100 километров грузовиками фактически. Вот. И это как-то существенно влияет на поставку прибрежной этой группировки их. Вот. А как вы считаете, Мелитополь и все, что там вот дальше, да, как скоро мы там можем появиться? Ну, во-первых, это предполагалось. Мы когда рассчитывали, что будет правый берег деоккупирован, один из важнейших мотивов, почему они будут за него сражаться, именно этот был. Там дальше море, куда ты дальше поедешь, да? Там уже все границы, и все. И до моря достреливают тот же, те же ракеты Хаймерса и так далее. Мы думали, ну, они должны что-то оборонять. Потому что теперь от правого берега, прямо от Херсона можно обстрелить практически всю территорию, ну, и весь перешей. Ну, видите как? Значит, у них что-то такое происходит, когда они уже не в состоянии были оборонять эту территорию. Поэтому ее в конечном итоге и покинули. Вот один из вариантов было развития ситуации. Но я могу сказать, что на мой личный взгляд они никак не могут защитить эту территорию. Как минимум от обстрелов. Конечно, форсирование левого берега это сложная, тяжелая задача. Вот. И я бы поставил больше на Запорожскую область, на выход на Мелитополь или Мариуполь, там, где, собственно говоря, нет водной преграды. Но, знаете, я вам скажу, что ничего хорошего и не светит. Ни с Крымом, ни вот с этим путепроводом из Крыма туда, на Мелитополь. Потому что если это все обстреливается, ну, хорошо, за 100 километров. А дальше-то как? Линия-то фронта, она вот разделена всего лишь берегом Днепра. Правым и левым. Ну, и потом вот говорят, нет, вот вообще невозможно ни при каких-то обстоятельствах форсировать левый берег. Потому что это водная преграда, сложно дальше в степи. Но мы вообще-то видели, как, конечно, это река гораздо меньше. Но с правого берега Оскола маршем, так сказать, пролетели в СУ до левого берега. И уже в бои идут около Сватова, Кременной, ну, Чепловой бои, конечно, уже на левом берегу. Я понимаю, это не одно и то же и так далее. Но, в принципе, сказать, что это невозможно в принципе. Ну, в любом случае, смотрите, я полагаюсь на мнение военэксперта в данном случае. Такой же прогноз давал об деоккупации Херсона Бен Ходжес, генерал, бывший командующий его из США в Европе. И сейчас он говорит, что в январе прогнозируют, что Мариуполь будет. Деоккупирован дальше Мелитополь и так далее. Ну, я думаю, что, наверное, планы такие в СУ приблизительно так и строятся. Никто на них, конечно, не объявит, никто не поймет. Ну, просто можно карту открыть и по ней вот водить карандашом. И как бы, в общем, даже человеку не военному, понятно, какие вообще варианты существуют. Их не так же и много, в общем говоря. Ну, я думаю, что, скорее всего, на Запорожье пойдут, но я не исключаю, что и будет какой-то фантастический вариант. Когда они не станут деоккупировать, разрезать вот этот запад, я извиняюсь, юг и восток. Вот там, где в районе между Мариуполем и Мелитополем. Отдвинут прямо в Крым. Тоже такое возможно. И тогда вот уж действительно будет смешно. Одно из последних, так сказать, сообщений Министерства обороны, это то, что они готовятся к обороне. Вот сейчас я прямо его зачитаю. Министерство обороны. Сила обороны Украины готовится к отражению возможного вторжения оккупантов из Белоруссии. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет границу, Министерство обороны заявляет. Вот как вы считаете, действительно там шансы возрастают? Ну, вот смотрите, уже несколько раз белорусская сторона заявляла с возмущением, кстати, что границу минируют украинские части, украинские военнослужащие на своей стороне. Сейчас они сегодня заявили, что вот взрывают мосты на Волыне. А, собственно, что они еще должны делать, если есть угроза вторжения? И что они скажут? Нет, нет, никакой угрозы. Ну, кто ж... Серьезно это будет абсолютно. Ну, да. Угроза это есть. Она не снимается. Я все-таки склонен думать, что белорусские вооруженные силы не примут в этом участие. Конечно, верить словам Лукашенко нельзя вообще. Мало ли, что он там говорит. Так сказать, у нас сегодня говорят одно, завтра другое. Но точно, абсолютно, в чем я абсолютно убежден, что если будет предпринята попытка перехода границы, уж там заминирован, не заминирован, мосты, не мосты, точно будет обстреливаться по территории Белоруссии. Вот тут уже не будет вообще ничего. То есть, территория Белоруссии попадет под такое же огневое поражение, как сейчас попадают оккупированные территории России в Украине. То есть, не будет никакой разницы. То есть, Беларусь, в принципе, должна отдавать себе отчет. Я думаю, что он уже не влияет на это. Это уже оккупированные территории России, Беларусь. И, может, он бы и хотел бы от них избавиться. Но, по-моему, уже поздно. И даже если он сможет добиться того, чтобы вооруженные силы Беларуси не принимали участие в походе на Волынь или на Киев. Не знаем, какое направление они изберут. То уж точно уже ему не спастись от ответных действий. Которые могут привести и обязательно приведут к значительному поражению целей именно на территории Беларуси. Это создает риски для мира? Ну, конечно, создает. Ну, а как не создает? Просто все вот эти закончились, знаете, прекрасно душные рассуждения о близости народа украинского и Беларуси. Конечно, надо защищать беларусский народ. Но его надо именно от Лукашенко защищать, а не от Украины. А зачем от Украины-то его защищать? Вот. Так что я, в общем, думаю, скорее всего, там эти риски оценивают. Но просто, возможно, уже не влияют. Ну, вот глава по Гранд Комитету Беларуси Никита Кулапу, он жалуется и плачет, как девочка, что на гомельском-мозорском направлении украинцы взорвали все мосты, что там все заминировано и так далее. А он что, хотел же быть с цветами, что ли? А потом, ну ладно бы он сказал, мы никогда не ходили, никогда такое угрозное. А что происходило в феврале-марте? Это что были? Так сказать, шапитоид, развлечения что-то какие-то были? Или пробег, велопробег? Что это было? С гибелью людей, так сказать, с уничтожением городов. Ну, как бы это даже смешно обсуждать, что их обсуждать. Ну, в этом смысле белорусские чиновники, они напоминают таких же дебилов, как и московские. Так что, нет, конечно, все это будет. И более того, я уверен, что там собраны преизрядные силы. Конечно, они отличены от востока и от юга, я имею в виду украинские. И ничего хорошего там не ждет не только российские войска, но и белорусов не ждет. Белорусские войска. Не белорусский народ. Вон-то ладно, отойди подальше. А вот и белорусские войска могут пострадать однозначно. Потому, что я так понимаю, что места дислокации будут общими для российских и для вооруженных сил Беларуси. Возможно, это будут какие-то части на территории Беларуси, которые, соединения, сами белорусские там находятся. Ну, так что ж. Кто не спрятался, я не виноват. Тут, я думаю, обсуждать даже нечего. Я даже не вижу смысла, что они не понимают, что будет. Нет, они прекрасно все понимают. Никто не шутит. Макрон. Макрон же, вы знаете, он своеобразный человек. Он заявил, что когда в Украину вернется мир, Европе строит новую архитектуру безопасности, обновлять контроль над вооружениями. Будет ли в этой архитектуре, вот с вашей точки зрения, место России в том виде, в каком она сейчас существует вообще? И вообще, что будет с Россией, это сегодня один из самых серьезных вопросов. Потому, что, ну вот, все равно же не избавишься от них. Все равно же они есть. Да, но только теперь Россия будет врагом. Не каким-то нейтральным элементом, не какой-то там отдельностью. Она будет врагом. И вся эта военная архитектура будет строиться с учетом наличия России как врага. Да? Это вот, ну вот, что ты хочешь? Это теперь вот все. Вот Путин этого добился. Теперь и не просто вот врага военного, а вот иноцивилизационного. По-моему, произошла очень важная штука. Они окончательно отказали в европейской стиле России в том, что она может стать ее частью хоть когда-нибудь в какой-то отдаленной перспективе. В том виде, в каком она существует полностью России. Вот ей отказали в этом. Все, вы как бы больше сюда не надо. Ну, просто мы видим, что все, что делается, делается для того, чтобы окончательно отгородиться. Оставить всякие надежды на то, что можно с этим пространством как-то взаимодействовать цивилизованно. Ну, не цивилизованно, понятно как. Это через прицел. И мне кажется, что это далеко идущая программа, потому что она не оставляет никаких шансов. Потому что невозможно будет, ну ладно, давай забудем, давайте вернемся и поторгуем. Нет, так уже никто не будет торговать. Никто не захочет попадать в ситуацию зависимости от энергоресурсов, от удобрения, еще чего-нибудь такого. Что в России производится? Так хуже того. Россию ведь использовали как помойную яму. Просто вот об этом никогда не говорилось. За деньги вывозили радиоактивные отходы. Кстати, из Франции тоже. Мало кто знает. Для переработки в Челябинске. Вот. То есть, Россия это такая свалка-помойка, которую можно было как угодно использовать. И рефлексировали это. Там экологи, шмекологи. Ой, вы знаете, ну как же так? Ну что же, мы вот Россию не найдем никаких технологических решений. Никто больше ничего искать не будет. То есть, вообще всем будет наплевать, что там происходит. Вот люди на улицах будут дохнуть, их будут кувалдами разбивать головы. Никто даже дергаться не будет. Это вот оборотная сторона вот этого. Когда иноцивилизационное пространство, оно больше не является предметом заботы. Могут говорить там риторика, да-да-да-да, права человека, еще что-то. Это самое страшное, что можно произойти. Вот вас есть будут, прям вот их там есть будут, прям на улице. Ну, это вот такая специальная такая цивилизация, это такие особенности. У них традиции такие. Надо понять это. Ну, и пусть живут, как говорится. Только сюда, к нам, пожалуйста, вы не приезжайте. Вас здесь не надо. Вот худо-бедно, но я вам скажу, что вот из Азии человеку приехать на Запад, я это знаю просто, невозможно визу получить. Ни в Америку, ни в Европу. Из Кыргызстана. Пойди попробуй получить. Там вообще даже там вот так заколочен окно, ты не можешь зайти вообще никак. Не выдают виз. Причем это, ну, как бы, это целая политика, что не надо. Вообще вам ехать в эту сторону не надо. Вы представляете, русским скажут, что вот мы заколачиваем, ну, какие-то там делегации, может, еще что-то есть. А так-то, в принципе, вы больше сюда, вам делать нечего. Вы просто, ну, как вот в Китае, пожалуйста. Вы вот, пожалуйста, туда езжайте, в Ухань куда-нибудь там, еще куда-нибудь, вот там и живите. И это не то, что какая-то такая сегрегация, еще что-нибудь. Это констатация, которая сама, если себя определяет, нация, как, значит, враждебную Западу, враждебную его культуре, враждебную его цивилизационному началу. Ну, так и Аминь, как говорится. Ну, и жду, видите, кто вы, и чтобы вас не видели. И военная составляющая здесь краеугольная, потому что, ну, знаете, эти разговоры, именно Франция, кстати, всегда начинала, что нужно создать вооруженные силы Европы наряду с НАТО. Ну, или как-то интегрировать, взаимно переплести их и так далее. Но вокруг этого крутилось. Ну, у Франции свои всегда были амбиции, это понятно. Но я думаю, сейчас очень близки к тому, чтобы создать, пусть и громоздкую, но большую такую инфраструктуру военную с армиями, с разнообразными армиями, частными армиями, государственными армиями, транстерриториальными армиями, да, вот такими военно-политическими блоками, их будет больше, они потом будут унифицироваться. И они одно в другое, как матрешка, будут вставляться. Но на самом деле все к этому очень близко. Сейчас будут огромные средства в производство военное вложено, так сказать, в Германию, во Франции. Вот этот концерт ДСО. Он уже наладо дышал. Сейчас будут огромные инвестиции. Ну, во Франции традиционные государственные инвестиции очень большие. И так далее. То есть, это, в общем, результат войны в Восточной Европе. Это результат войны в Восточной Европе. И жизнь показывает, что демилитаризация, вот попытки, значит, ой, вы знаете, мы воевать не собираемся, мы вот торгуем и все. Это настолько наивно, это настолько вот антиисторично, что человечество возвращается, в принципе возвращается. И Запад, и все другие части планеты возвращаются к стандартной набору. Что мир окружен не только одними благостными намерениями, он окружен, в общем, и врагами тоже. И надо уметь создать условия, при которых враждебность эта, она регулируется. То есть, соблазнов не возникает, потому что могут дать очень больно. Давать порогам. Да, естественно. Марк, ну, вы все знают о том, какое решение приняла ООН, Генассамблея, о том, что Россия обязана выплатить все репарации Украине. И по этому поводу, опять, припадок случился у Медведева, он пишет, если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Мой просто говорит, он, нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они не отвечают за дураков в своих правительствах. Ну, то есть, они угрожают, что они тоже будут изымать. Ну, ради бога, там соотношение не в их пользу, вот в чем все дело. Западные страны компенсируют этим инвесторам, в том числе из того, что будет изъято, потери, которые будут произведены в России. Это не советская Россия, когда, знаете, там отнимали заводы, еще чего-то, а у них что отнимешь там, какие репарации, какие контрибуции, что вообще, ничего. И при Сталине тоже по диву, он наносил ущерба, ты как, что ты заберешь-то, нет ничего, сейчас не те времена. Они сами все вывезли, понимаете, все же на западе. Здесь нужна смелость просто быстро эти активы, быстро их, так сказать, в номенклатуру, да, значит, соответственно, все посчитать, все, значит, с карандашиком пройти. И все, куда, чего причитается, там хватит и Украине два раза ее отстроить. И, значит, Западу компенсировать все его расходы. Да, ради бога, вы там можете, берите все, что осталось в России, забирайте все там, заводы, что у вас там осталось, магазины, все берите. Вот у них здесь концентрированы средства в виде авуаров, в виде инвестиций, трастов, банков, денег, инвестиций в Америку. Они будут визжать, как свинки, кричать, ой-ой, это частное, там еще, про государство мы даже не говорим. Это уже все, это уже решен вопрос с государственными активами, с теми же средствами ЦБ, которые размещены в американские деривативы, там 350 миллиардов, ну вот это все. Там хватит на все. Поэтому париться по этому поводу даже не надо. Но есть еще одна приятная в этом сторона, что, понимаете как, вот Западу ничего от России не надо, там покупать нечего. А что у России покупать? Только нефть и газ. А вот тут уже, как бы, разговор про ценовой коридор, он получит. А, ну вы там сколько у нас, вы умышество у частных инвесторов забрали там на 500 миллиардов, да? Ну и хорошо, вот вся ваша нефтя, значит, помимо коридора облагается еще специальным ввозным налогом или пошлим. Ну там как в разных странах, разное регулирование. Пока мы тут не компенсируем вашу нефтя, как они говорят, да? 500 миллиардов, которые вы украли. Ну будете продавать по цене там по 10 долларов. Ну это механизмы экономические работающие, они есть. Это все работать будет. Ну для этого нужна воля, проявить волю настоящую. Вот, пожалуйста, первый шаг сделан, решение в Генассамблее, теперь нужно там национальные юрисдикции, суды, там еще кто, система юстиции. Эти решения начали реализовывать, да, ну на основании этих решений универсальных органов. И быстренько-быстренько все эти активы изымать, продавать, передавать, забирать, обращать к взысканию, в пользу государства, там где невозможно иной механизм применить, да? Ну не все же продаж. Ну ничего страшного, забирать себе и как бы, вот мы у вас забрали имущество на столько, вот у вас виллы, дома и так далее. Мы забрали, вот здесь вот столбик у нас, это вот то, что вы нам должны. А вот это вы в Украине должны. А это Васе Прянику должны. То есть это ради бога, вопросов нет. Понимаете? Они же идиоты, они думают, мы вот будем пугать вот чем-то. И кто-то испугается, никто не испугается. Уже не та ситуация. Это раньше можно было постоянно шантажировать, угрожать. Сейчас все. Кстати сказать, это приведет еще и в том числе к тому, что рухнет коррупция. Вот это коррумпирование, оно же было основано на следствия, которые уже там находятся, на Западе. И они ими вот так распоряжались, да? Васю купят там, Джона, Петю. А теперь, значит, этого не будет, потому что нечем будет покупать. Все ваши денежки, и частные, и не частные, просто станут обращены, будут в пользу каких-то трастов, которые будут в пользу Украины созданных каких-то межнациональных государственных активов, переведены и так далее. И все, больше нечем будет коррумпировать. Денег не будет. Но надо решительнее действовать. Нужно без оглядки щипать родственников, детей, там, доверенных лиц, любовниц. Вообще не оглядывайся. Пинка под зад и всех домой, понимаете? Все, там хорошо. На родине вот езжайте туда и там развлекайтесь. В России взялись за детей. Пишут, что вот директор московской школы в Некрасовке написала заявление в полицию на десятилетию девочку, на свою ученицу, за то, что она не посещала уроки разговора о важном и разместила на аватарке украинскую символику. Десять лет. Провели обыск дома у родителей и девочку отвезли в полицию. Слушайте, ну, это как-то... Это уже месяц, наверное, назад или побольше. Это не вчера произошло. Уже это прямо обсудил русский сегмент. А твиттер, там, соцсети уже ее прокляли. Эту даму, там, фотографии. Скажали, что мы ее повесим. Я считаю, что такие ходят. Я вам такую вещь скажу. Вы знаете, я вот, может быть, нестандартный человек. Я вот учителей российских очень хорошо знаю. Вообще, как класс, это мерзавцы. Нет, там есть замечательные люди. Меня учили, были такие хорошие люди. Но, в принципе, учитель – это самая поганая профессия. Потому что он на передовой стоит. Он фальсифицирует выборы. Учителя, вот эти тетки дебилы и так далее. И они первыми фальсифицируют. Они сейчас повестки разносили. Понимаете, мобилизованно. В школах там творится адище. Реальное адище. Потому что там насаждается ненависть и людоедство именно через них. Ну, так, все эти песни в пилотках и все остальное. Людармии, шманармии. Это все оттуда. И поэтому, когда она говорит. Ой, вы знаете, они несут там что-то там. Ничего они давно не несут. Что советские, что эти. Они, конечно, всегда были. Ну, вот говорят, нет исключений. Конечно, есть исключения. Конечно, были замечательные люди. Но как-то не приживались они в этой системе. Директорами образовательных учреждений не становились. Так влачили существование какие-то людишечки. А основная-то масса, она вот из этих состоит. Вот. Из этого. Понимаете. Жалеть их вообще я пренебрежен. И поэтому, когда я вижу там вот ученики с учителями. Что-то там такое. Ой, вот несчастные учителя. Ну, знаете. Был бы кого пожалеть. Это же не американская школа. Ну, вот Скобеева же на днях попросила пожалеть их. Потому что они не ожидали, что 50 стран выступят против. Что начнут их, значит, теребить там, кричать, посылать им проклятие и прочее, прочее. Оружие давать Украине. Отчего он ожидал, интересно. Нет, а вы понимаете как? Вот это какой-то то ли инфантилизм, то ли наигранный такой инфантилизм. То ли, ну, в общем, дебилизм откровенный, да? Значит, вот со стандартным. А что случилось, да? Ну, погодите. Все время вот эта попытка снять себя за всю ответственность. Всегда. Мы его там гоним. Мы его там так-ля-ля-ля. Ну, от пропагандистов, понятно. Этих только вешайте. Это вообще, я считаю, это вредная вообще прослойка. И на них нужно поупражняться по полной, чтобы нации показать, что бывает за такое. За вот то, что сеют вот эти людоедские совершенно идеи и так далее. Но, в принципе, так сказать, разговор обывателя где? А почему вот так? А почему нас не пускают? Что, визы не дают? Идиоты именно поэтому и не дают? Ну, как же не понимать связи одного с другим? И нет средств довести до них, добиться этого, чтобы как раз это должны были внушать люди, которые претендуют на некое символ нации, культурные люди. Я понимаю. Они вот все время показывают обыватели. А что вы с нас спрашиваете? Вот, посмотрите, ученые, артисты, литераторы, культурная среда вся вот зазы. А вы с нас, спрашивайте, с обывателей. Ну, да, тем первый кнут, тем больше кнут. С кому много дано, многое спросится, что очевидно. Но, в принципе, так сказать, это особенная национальная черта. Она, конечно, не всем свойственна. Есть и здоровая часть. Безусловно, конечно, есть. Но она маленькая. Понимаете? Она маленькая. Но она есть. Но основная масса, конечно, она именно вот такая. Почти инфантильная. Социально-инфантильная. Психологически-инфантильная. А за что нас? Ну, как за что? Вы не понимаете связи? Нет. И вот ты будешь ему говорить, они будут тебе в лицо. Нет, а что? Почему? Все правильно. Поэтому они сейчас фрустрацию испытывают. Херсон сильно повлиял. То есть, он не смог привести к искомому результату. Давайте там что-то решать. Пусть власть сама в себе, внутри, там, хотя бы устранит Путина. Начните с этого хотя бы. Этого не произошло. Может быть, они в каком-то процессе. Нам сложно судить. Потому что недовольство кипит там. Оно слышно. Зачем нам это все надо было? Зачем мы в это ввязались? А зачем? А почему? А что? Это есть. Сейчас важная, видимо, стадия, когда это должно как-то закрепиться. Как-то шире распространиться. Для этого, может быть, какие-то новые должны такие же потери произойти. Новые, унижающие, я бы сказал, поражения. Наверное, да. Но еще раз хочу подчеркнуть, что они же, понимаете, будут винить все равно. Не себя, а всех остальных. Вот это вот важная такая вот особенность, которую ее прям препарировать надо. Взять прям пинцетом, изучать. Как это ты вот всех обвиняешь вокруг? Все виноваты. Но только вот не мы. Конечно, это от фоноберии национально. Безусловно, все это замешано густо на реваншистских идеях, имперских и так далее. Но это вот то самое повреждение в уме нации, которое Путин закультивировал до степени. Оно и в советский год было. Но сейчас это превращено вот в абсолютный культ. Что вокруг все виноваты, все гады, все, значит, нас хотят уничтожить. А мы вот святые. Мы вот прекрасные. И идет вечером, и ребенка там, значит, гвоздями прибивает. Или что-нибудь там лупит. Или жене там бац, и, так сказать, ухо отрезало. А так, говорит, парень-то хороший. Я вот все время это говорю. Ну, парень-то хороший. Как он хороший, если он отрезал? Вы что делаете? Вот у меня родственнички были там какие-то. Ну, не мои, как бы, дальние. А вот парень хороший. Ну, убил, говорит, мать. Забрал пенсию. А парень вроде ходил хороший. А в остальном? А как он мог быть хорошим, если он мать убил? Вот как это вот может сочетаться? Я вот всегда поражался. Скажите мне, как это вот все вместе сочетается? Может, в этом и есть загадочность русской души? Ну, это тогда печально, понимаете? У нас загадочность русской души, когда мы знаем произведение Титы Дима Латити. Вот как у Толстого в «Войне и мире», да? Или там Платон Каратаев. А нет, где же Платон Каратаев-то взять? Мы вот в основном видим вот таких вот, понимаете? Которые взяли и кувалды, значит, по черепу. Вот и все. А вы какими хотите сами-то быть? Вот такая череда персонажей Довлатовских из «Зоны». Помните, все рамочки, зэки. Вот это как-то очень сильно напоминает это. Спасибо большое, Марк. Да, не на что. Спасибо, да. Ну, приближаем победу. Спасибо, до встречи. Всего доброго. Всего доброго.